Шалом! В Эдемском саду наши прародители Адам и Ева согрешили. Они поверили змею и вкусили запретный плод. Сегодня мы их потомки рождаемся в состоянии так называемого первородного греха. Ставить себя на первое место в центр собственной вселенной этому нас учить не нужно. Это у нас в крови. И в этом смысле мы рождаемся грешниками, то есть людьми эгоцентричными. Но каково первое и основное последствие грехопадения для нас с вами? Среди евангельских верующих распространено мнение о том, что это ад. То неприятное место, в которое попадают души нераскаившихся грешников после смерти. И, соответственно, спасение — это спасение от ада. Я не отрицаю того, что Писание говорит об аде, но если читать его внимательно, то, по-моему, первое и основное последствие грехопадения — это не ад, а что-то другое. Что же именно? Апостол Павел говорит так. «Все согрешили и лишены славы Божьей». Что такое слава Божья? Это то, что трое учеников Ешо видели на так называемой горе преображения. Эта гора называется так, потому что Евангелие пишут, что Ешо преобразился там перед ними. В чем же это преображение заключалось? Матфей пишет, что его лицо просияло, как солнце, а одежда сделалась белой, как свет. Марк описывает только изменение цвета его одежды, но гораздо более подробно. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Лука называет это преображение проявлением его славы. А Иоанн пишет, что он и другие ближайшие ученики Ешо видели славу его, как единородного от отца. Сияние славы встречаются также в Торе, когда Муше сходит с горы Синай, его лицо сияет. Но вернемся к словам Павла. За ними стоит, скорее всего, идея о том, что тела Адама и Евы до грехопадения были сияющими. То есть были покрыты славой Божьей. Вот почему они не нуждались в одежде. И почему они узнали, что наги, когда они лишились славы Божьей, их нагота стала им очевидной. Слава была им вместо одежды. Слава Божья по-настоящему принадлежит, разумеется, лишь самому Богу. А то она и Божья слава. Но человек был создан, чтобы жить в этой славе. Наши тела были созданы для того, чтобы Бог жил в них и сиял через них, как это было с Ешо на горе Преображения. Вот чего мы лишились. И спасение наше заключается в первую очередь не в избавлении от ада, а в нашем возвращении к нашему первоначальному предназначению. Мы должны снова стать причастниками божеского естества, сообщниками божественной природы, соучастниками в ней. Как мы можем вернуть себе славу Божию, или лучше сказать, как Бог возвращает нам свою славу? Через наше единение с Ешо. Причем это единение должно быть не только на словах, но и на деле. Более того, не просто на деле, а через наше участие в его страданиях. Павел пишет, что мы дети Бога и сынаследники Мессии, но при одном условии, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. То есть, чтобы быть прославленным вместе с ним. В следующем стихе он поясняет, в какой перспективе нужно правильно рассматривать наши сегодняшние страдания. Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. В 21 стихе той же 8 главы он говорит о свободе, славе детей Божьих. Итак, два заключительных пояснения. Во-первых, что касается страданий. Как понять, что мы страдаем вместе с ним? Разве он не пострадал за нас? То есть, вместо нас? Другими словами, разве смысл его страданий не в том, чтобы освободить нас от страданий? Ответ и да, и нет. С одной стороны, он понес наш грех и нашу вину. Он был наказан Богом вместо нас. И от этих страданий мы действительно освобождены. С другой стороны, своими страданиями и, главное, тем, как он их проходил, он дал нам себя. В пример, он не наслаждался страданиями. И цель совершенно страданий не в этом заключается. Но он не позволял ни трудным обстоятельствам, ни трудным людям выбить его из седла. В любой трудной ситуации он оставался спокоен, потому что доверял отцу. И продолжал любить людей, в том числе причинявших ему страдания, любовью Божьей. Благословлять их, а не злословить. Например. Во-вторых, что касается славы. Его слава, если, простите, если слава сопряжена со страданиями, то мы, вероятно, будем искушаемы сказать, нельзя ли без нее, без славы? Мне вполне хватит того, что Бог простит меня и примет к себе. Нет ли у него опции без страданий? Боюсь, что нет. Потому что до тех пор, пока мы пытаемся спасти, простите за грубое выражение, собственную шкуру, мы по-прежнему стоим на опасном пути. Это путь недоверия Богу, на который мы встали в Эдеме. То есть, по сути, неверия. Вера готова страдать, потому что знает, что в конечном счете Бог обращает все во благо. Кроме того, верующий хочет угадить Богу, а не себе. Если Бог хочет нас прославить, то мы говорим, хорошо. В таком случае и мы хотим быть прославленными. Ешо не предлагает нам спастись немножко. Он предлагает нам или всего себя целиком, то есть спасение, или ничего. Выбор за нами. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве и Ешоа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова